Казачья Молодежь Действительно, сегодня мы имеем 11 реестровых казачьих войск, и вот в рамках деятельности как раз реестрового казачества и давно шел разговор о создании Союза Казачьей Молодежи России. Союзы казачьей молодежи Дона, Кубани, Терека, создания их прошли уже достаточно давно. И может быть меньше казачьей молодежи в тех регионах, где меньше казаков, естественно. Ну а здесь в традиционных местах проживания казаков все-таки молодежи достаточно много. Вот если говорить, например, сегодня о Кубани, я сам присутствовал на одном из мероприятий, это был первый съезд Союза Казачьей Молодежи Кубани, присутствовало 99 тысяч человек. Ну не они непосредственно, а делегаты от этих молодежных организаций Кубани. И сегодня атаман всероссийского казачьего общества, Дауда Николай Александрович, уже называет как бы создание не молодежной организации, такой всероссийской казачьей, а детско-юношеской организации. И он прав в том, что когда ребятишки надевают казачью форму в казачьих классах, начиная, скажем, как правило, с пятого класса, или в казачьих школах, порой даже с первого класса, ну естественно в вузах, конечно, это уже участники казачьего движения. И было бы неправильно, как сегодня принято считать молодежь с 18 до 35 лет, вот так именно ограничивать Союз Казачьей Молодежи, а решили взять весь состав детско-юношеский нашего славного казачества. И вот если брать молодежь России с 18 до 35 лет, то сегодня такой Союз Казачьей Молодежи России создали участники организации казачьих, которых 120 тысяч человек. Если мы прибавим сюда детей, прибавим школьников из казачьих, одесских корпусов, школ, классов, вы сами понимаете, это будет, конечно, под миллион человек. Это очень серьезно, это очень ответственно. И вот на такой учредительной конференции, которая проходила в виде видеоконференции, участвовали 75 регионов нашей страны. Были заместители губернаторов или мэров городов, поселений, которые как раз занимаются с казачеством в регионах, были атаманы разных-разных уровней. Были, конечно, делегаты из молодежных организаций, лидеры в первую очередь, были священники, окремляющие молодежные организации. Я в своем слове на этой учительной конференции сказал о том, что это исторический день для казачества. О том, что это назрело очень давно, и плохо, что регионы так, может быть, медленно, да и центральная власть казачья медленно все это организовывала. Но это понятно, когда одно войско, другое, третье внутри, может быть, и немало делает, в том числе возрождение молодежных организаций. Но пока не было всероссийского казачьего войска или общества в Москве, не было такого координирующего начала. И вот сегодня, когда появилось в Москве всероссийское казачье общество, безусловно, появилась возможность такой мощной координации. И уже вот такое замечательное событие в деятельности всероссийского казачьего общества. Затем я говорил о том, что казачья молодежь воспитывается точно так же, как должна воспитываться вся молодежь России. На патриотизме, любви к Отечеству, к отеческим гробам, на уважении к старшим, на уважении к семье, на желание трудиться на благо Отечества, создать замечательную семью. И в конце концов, защищать Отечество до последней капли крови. Потому что даже маленькие казачата, они уже носят форму. Они уже носят погоны, шевроны, другие атрибуты формы, военные формы. Значит, они защитники Отечества. Но я говорил о том, что если сегодня, к сожалению, нет такой возможности массово, духовно охватить нашу молодежь России, мы пытаемся через вузы. Есть вузовские храмы, не везде, конечно, в некоторых вузах. И есть молодежный отдел нашей церкви, который работает с молодежью. Но все-таки, знаете, вот слова, порой оговорки, или даже не оговорки, а светское государство, светское образование, они во многом, как бы, так сказать, разделяют сегодня деятельность церкви, православной молодежи и остальной другой молодежи. И вот сегодня в казачестве все сходится, потому что девиз казаков от мала до велика – «Казак без веры не казак». Девиз казаков, когда они принимают присягу или там в других особенных случаях награду получают – «Я служу в вере православной, Отечеству и казачеству». Если, скажем, военные, которым вручают награду, говорят «Я служу Российской Федерации», или, скажем, мог бы сказать «Я служу народу», то здесь служу в вере православной, Отечеству и казачеству. Какой замечательный синтез того главного, что есть у человека на самом деле в земном измерении. Вера, Отечество, в данном случае казачество. Может быть, у инженеров там свое какое-то деятельность. Я бы хотел перенести вот эту формулу на другие направления частей нашего общества. И вот, конечно, был разговор, и когда я выступал, и об этом мы постоянно говорим, о том, насколько мы сможем окормлять духовно вот эти созданные и создаваемые казачьи молодежные или детско-юношеские организации. Конечно, мы стараемся, чтобы при каждой казачьей школе, к детскому корпусу был духовник. Но не в каждом классе, конечно, это нереально, просто священников не хватит. При каждой, тем более, такой организации, как терцы, то есть объединяющие всех, молодежь всего террского войска, или донцы, или кубанцы. Конечно, есть священник, обязательно кормляющий, но мы постараемся это сделать, чтобы даже при меньшего формата организации казачьих, молодежных, был духовник. Это чрезвычайно важно. И поскольку, в том числе, помимо казачьей молодежи, были представители органов власти на этой учительной конференции, занимающиеся в том числе молодежью и казачеством, был представитель Росмолодежи, то я привел такой пример, как, на мой взгляд, надо было бы заниматься воспитанием молодежи и казачьей, и неказачьей. Приведя пример проведения наших казачьих форумов, казачьей молодежи православных. Их было уже четыре. Когда молодые казаки собираются, около 200 человек, летом, и мы первые провели форум в Санкт-Петербурге, затем провели в Севастополе, третьи провели мы под Сергием Посадом, и четвертые на Тамани, на Кубани. И помимо того, что ребята купаются, ребята играют в волейбол, в футбол, ребята посещают храмы, музеи, других людей, как нужно было бы управлять. Вот церковь говорит о полноте воспитания человека, и интеллектуального, и научного, и практичного, и духовного. Вот, конечно, о чем я говорил, обращаясь к казакам, к молодым казакам, и ко всем участникам этой конференции, как бы надо было правильно воспитывать, создавая в дальнейшем вот эту большую организацию Союза казаков, казачьей молодежи России. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok